Не, так аппарат очень нормальный, удобный, только единственное, поворот у него не 90 градусов, как на манипуляторе. Ну, понятное дело, не короткий ход, да? Ну вы и ж прот, подожди, подожди, ну-ка дверь откройте, откройте. Лёх, ты что видишь, Лёш? Я чуть не понимаю. Да я сам такой же. По ходу движения оно левое, а сейчас оно правое колесо, прям спущено сильно, лишь бы дотянуть. Ну, конечно, блин, местами вот сейчас ровненько, ничего, можно даже и поднавалить, но местами, как трёска. Страсть, блин. А что там секрет? Рашланд пробил, негачанин сделал вот так. Во, бля. Рубин вытащил Виталик на 743-м Кировце, который новый Кировец. Колёсики скачает. Я вас всех приветствую, друзья. Начало новой рабочей недели, у нас понедельник, 8 апреля. У нас вот разъехались большая часть коллектива на внесение удобрений. Туман уехал, 12-21 уехал с прицепом КамАЗовским. КамАЗы поехали с удобрением. МТЗ 12-21 со слоном, с манипулятором на бригаде стоит. Его никто не трогал. Термокружка? Да. Тебе только подогрелись что ли? Уйди попробую. Да она дома. И чё? Кипяток? Я не пробовал ещё. Ааа. Буду пиву подогревать, тёплый. Буду пить. Чего? Не болело. Ты иди глянь, какая красота у меня здесь, а. Смотри. Давай, давай, закрывай, я сейчас шмон потом буду. Сейчас ты уедешь. Вот, хорошая лапша. Дашиби. Острая. Не, я острый, да. Не воруй. Давай, блядь, загибал. Знаешь, мне картошки напарить, жрать хочу. Тушня. О, назад летят. Слышишь? Тушня. С того года. У меня это, окорок есть, тебе принести с того года. 23-й год. Вот интересно, пропал, не пропал, ничего не будет есть. Срок годности. Гули, 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 гули. Три года срок годности. Ещё походит. Горелочка, хлебцы. Голодное детство. И бинокль. Ну-ка, дай-ка, вот, дай-ка. Давай сюда скорее, блядь, а он 8 недель. Успеешь? Шпок нахуй. Хе-хе-хе, Лёха, монокль, блядь. А такой нету? Что? Уговорил одного хорошего человечка с парку поставить. Данькой зовут, сейчас он его в обновке по грузке с парку привезёт. Вон, Пап Сашу поехал на велосипеде. Знаете, Пап Сашу? На джиндере 8 R310. Про который никто из подписчиков не знает почему-то. Для всех новый трактор, а на самом деле трактор-то уже четвёртый год пошёл. Ну что, запускаемся. И наезжаем на полено. Висит? Висит. 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 Бля, как они уместились а? Лё, как они вдвоём уместились там? Это охуеть, бля, ебать, шпроты, бля, ну вы и шпроты, бля, подожди, 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 ну-ка дверь откройте, откройте. Ну вы даёте, давайте, да бросай здесь, Никит, нормально, его с работы спануло, у колпачка, у металлического, глянь, бошку срезал, нах, а как они зацепили-то? Я тут тоже тебя езжу, оттруки-то и всё. Псатижами? Псатижами, вот я всё. Профессию края завальцевала, бля, как бы, нах, да ни хуя ничего не завальцевала. Давай зубками попробуем. Ну нах, да ни хуя ничего не заваляется, бля. Не, посмотри, как интересно. Колпачка с ней как-то срезалась. Да я хуй знаю, как это получилось. Не, блин, туда сейчас. А нету. Жарко там? Пиздец. Дай кандюша, Лара. Инкубатор нам. Там, наверное, напёрнутся. В овоном. В овоном. В овоном. Стань, стань. Бегой. Толкай, 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 толкай. Так, сосок он там не зацепит. Не, он сейчас снизу будет спрятать. Он не в диск же будет засовывать. Чё там не так-то? Далеко, наверное, засунули, не лёг. Вилл недалеко? Назад, сзади. Вилл далеко. А, ну давай потом. Точно, бля. Будь здоров сопливый. Будь здоров сопливый. Опускай, виллы прибери. Перебор. Хорош. Леш. Подымай. Подъезжай. Цельсь. Ну давай теперь их сдружить. Диск с диском. Лёх. Нет, Сань, ну давай. Чё, чё видишь, Лёш? Я чё не понимаю. Да я сам такой уж. Чё, давай. Давай, давай, Сань. Вниз чуть-чуть опусти. Давай, скикай, Сань. Давай, скикай. О, блядь, она там, а давай ещё чуть-чуть. Всё, там. Добро пожаловать на наш канал! Лёх, Лёх, погляди, он диск в диск зашёл, нормально? Давай дотяну, Лёх, а ты камеру держать будешь. Да вы её примагните. К чему? К колесу. А что, в парикмагнитил и ездить с ней, чтобы она ворочалась. Да, и такой минут на 20 подписчики боливанули все. Стошнило, да? Половину. Сейчас съезжать? Сейчас. Ну я уже зажигание включил, загрузился. Хотел научить идти, но ты туполе. Чё? Шпиль бы тебя так ваткнул. А, наоборот, в Доно и так ходил бы. Ах, рейтс. Пока воздух накачал. Ну это да. Я сейчас, кстати, воздух в колёсах и проверил. Кстати, да. Надо перекачивать. Я ему такой весенний накачиваю и заебал. Так он и так весенний с того года. Где же? Ну прошло годнешний. Ну всё равно, что весенний. Свежий. Стух? Конечно, с запахом клубнички. Где же мы такую возьмём? 何 vehмем? То ж, всё равно. ну да народ все в принципе мы готовы спарк спаркабуль главное остальное мелочь так что сегодня работе все все уже разъехались последний здесь ошиваемся сейчас поедем наши удобрения бросают туман где-то по зимке ездить кидает и кстати тут туда же уехал и мтз-21 со слоном слону там грузит наконец-то через год спустя слон пустили в работу как хотят все до завтра пока он когда нужно когда-то себе в работе до мешай миш как это аппарат все нормально вывезь на дороге врусь да не везет не везет ничем нормально надо было только с андрюхами нормально до 4 нормально работайте заправились все до заправку у нас не пизду блядь чё пенит вот вы нальёшь полный блядь такая же песня того на хуй нацедешь блядь а он и большая пень ты маленькая как она разница ой судорога а есть там вот такая нарезка на уёдушный блядь судорога в тумане воздух травил нет потому что подпустила мягенько еще и чё дождите не пиздя рился до всех приветствую друзья утро нового рабочего дня ну видите в целом лет слоник работать начал уже два дня им осуществляет погрузку в туман третий андрей хочу клапанчик уртил этот не настраивала быстро быстро опускаем когда с мешкованного трактор качает мешок берешь вдавливается и все равно трактор качает даже вот эти вот лапки по вот где земля мягкая будет проседает новым на грунтовке не делал вчера стоял в поле привели на зелене делать свои было не особо он усуя пятки на поворот и убавлял да да пошел ай че-то просто пометил я пометил эти две вниз жмешь лапы чтобы не перепутать камешок возьмешь не дай бог так раз вверх лапа нах он завалится ну я понял тут есть до маркировка ну да на короткой стреля получается сейчас уча как сейчас стрела два с половиной бесплатно берет на первом колене который гидравлической полторы тонны и есть еще механическое колено палец вы не вынимаете и уже рукой выдвигаете последний колено то уже тонну берет вообще удобно вы без него обходитесь чисто гидравлической выдвигается то есть у него запас еще есть то есть получается на полторы тонны работаешь а мешки по тоне не так нормально так вообще удобный только единственного поворот у него не 90 градусов как на манипуляторе ну понятное дело не короткий ходы 45 градусов где-нибудь наверное получается ну тут главное чтобы туман подъехал к тебе что ты встал на месте ты же кран по сути мишка свободно заезжает я вот допустим мишка заезжать у меня там еще метр остается ну не ну правильно мы его и вы и брали в хозяйство когда gcb занятые все нафиг блять что вот он работал то а пол в тех годах получилось как о чё-то бля удобрение на 12 к шоке навесили короче все и не до этого да со стрелой тоже с манипуляторами виталий типа масло нагреться откажет нихрена мешок поднял мешок поднял по 2 он не возьмет ну понятное дело да потом мишку загрузил мишка поехал я его глушу он стоит ну да что вы мишка подъехал завожу раз загрузил опять мишку ехал это гидравлика не приспособлена работать на поток на постоянный нафиг я говорю сколько-то распред выдержать непонятно потому что ты же рычаг зажимаешь получается на постоянный ты на подъем получается начинают течь вот эти вот мама папа потекли ну понятно то что рычаг работает но постоянно на гидравлику ему нужно какая нужно такая гидралика чтобы и слив был по идее да да и слив должен быть и распред должен работать как бы на постоянно подачу масла я приходится зафиксировать распределитель блин и вот там уже тоже потек не все середины уже масло ну вот видишь на херов чё ну ланик чё чё не едете пока так агроном уже насчет барнования приехал хотел меня отправить но у меня сегодня не получится не на сегодня домой в обед смотаться по делам посрочно но я сейчас буду все равно запускать трактор и буду подцеплять борну на завтра есть в этом где-то уже места которые и пока бы подсохли но это опять таки не точно лег тоже сейчас наверно уедет на какое-то поле попробует культиватором почерек а может заправить съездить все-таки дыхать вену барновой на один день пока перегоню ерунда все двух делений там нету трех сейчас стекла помою щетку ведро возьму на завтра подготовлюсь а завтра уже попрям таки пистоны модный да тюрьма тюрьма кран открытый да о давай давай лёш а тебе номерной знак от получать лёш до культиватор подсветки и даже отверстие есть а ты приклеил что это так вот я же готова ну ты даёшь так надо духом запах перегоняй и хуясь рождение нового блогера и бать мой хуй вон удавал для туда и все клик крепи оправили еще забыл что ехали они с тобой ребята они просто мало блёдь я сейчас так не снимаю точно никто не грузился сейчас я поехал там сын а он заснимем я там да я ж не включал что ты горешь то вон она работает а здесь что-то как-то все печально она не держится получается она отвалилась не ну она чё закрутил ее да и все по сути ну да но это магнит она тебе особо ты не приходит сейчас это еще вот так вот включается сбоку на ну я найду и она должна синхронизироваться только она сможет синхронизироваться с моей камерой что и произойдет сейчас я смотри мою найдет да на море и 4 4 но он же от нее смотри ну да а на самом деле выключая включаем твою и он потом ее найдет да и он должен найти и он может отключаем он не включил меня и запись включается и а вот включение еще кнопка ты сбоку смотри на заряд учись сколько часов ты уже до деления нет ты мне аккумулятор хуёвый дал но нормально тебя за на тебя снимает снимает ну ладно чё то сбор мы поемся по цепям бригада разбраски ли погнала под едем потихоньку были но быстро конечно с ними я не знаю не проедешь тяжелый быстрее чуть начинает морда блин вверх подниматься и шипы считает идет хоть казалось бы чё там нифига как малклоп да вонючь блин ду 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 весь идет бля трясется ну ничего тихонечку доедем о харчевня уже поехал теперь за хлебом вон пашка пришел пашка на каникулах барана подцеплено колесо колесо спускает надо до компрессора дотянуть все до компрессора дотянем то самое колесо которое мы делали большое вставили с ребятами вот она спускает ну вот от сейчас правая на как бы по ходу движения на левая сейчас на правое колесо прям спущена сильно лишь бы дотянуть ну в принципе на бурнование хватит она три недели уже стоит стравливает потихоньку ну или там прокол то ли она по диску хрен не знаю где она там стравливает сейчас выясню вообще не выяснил сейчас просто зачиним и все два с половиной максимально ну я думаю хороший или как-то я уже перекачиваю ну добрались мы до поля не прошло и часа да конечно весело с ним ездить с этим культиватором вот сейчас от поле начнем туда еще два поля единственные ребят потом на те приедут там шестерка должна и Михалыч с обеда завтра Юрич дадим тут дрозда ну даже в окошке сухие серенькая значит дело может и будет хотя бы вниз туда он все это черное все все посмотрим как тут все начинать ты еще плохо и знает ну ладно сейчас разберемся пойдем кран откроем разложимся ну что потихоньку начали иду по краешку сейчас навигацию отрежем ну тут попередно не получится работать после этого половина сейчас диагональку сделаем вот единственный культиватор на все вырубил больше этих как фиксации где то нету когда накаливаться вот и не кричи все нормально пыль столбом ё-моё офигеть надо я в шоке уже чуть проехала на крыльях пыль уже это да глубоковато идет полина а мельче я уже не сделал даже на навеску чуть приподнял а если оно глубоко идет ну ладно сейчас мы навигацию отрежем концы тут посмотрим что нибудь отделаем будь то видно а так охереть надо слушай ну конечно болото найдем сейчас тут вот серединки есть на самом бувре блин все накачали колесо два с половиной по максимуму дунули в общем золотник стравливал я новый вкрутил клапанок туда больше не стравливайся так что должно быть нормально так никого нету сейчас на походу поставим сцепчик все вот вдоль комбайнов рсм джунгерах и вокруг дойца агрофарма сейчас мы проедем я должен как раз уместиться ну нормально идем вот позвонить у лёхи спросить какие у него там дела на его поприще культивационном вот так и оставлю наверное я так и оставлю мне нравится вообще глушить не буду сейчас какие настройки произведу по навигации ну тут надо сейчас залазь пашка чего ты там скучаешь а залазь покурим захлопаю дверь нафиг я все равно сейчас по навигации пока поковыряюсь хочу почистить здесь вспомнить как это делается очистить все карты полей зайти в меню вот это почистить все данные которые здесь есть огонь зайти в навигацию о не не зайдем в навигацию мы сейчас настроим с тобой заранее ширину захвата правильно навигация прямой маршрут далее фидюкин сад ну это ладно а ну это изменить я понял я уже забыл все так сетап основное нет не основное да стандартное во сзади навязка трехточечный пускай будет далее далее смещение все это оставляем ширина захвата 40 метров ну как тебе пашка нормально я садил это я с перегрузчиком 40 метров ездил а чтобы полосы ну и как и комбайн я хотел там можно и 50 выставить чтоб полосы не пересекали он не пиликал постоянно я специально ширину большую сделал я штором комбайном залетаю потом смещение делаю ну параллельно сделаю когда уже выгрузка началась сколько сделаем 20 с половиной брона 21 сделаем 20 с половиной полметра на перекрытие отправим а может даже может 21 прям сделать попробовать прям это сделать не не 21 а 20 20 20 20 и 80 во всего лишь 20 сантиметров оставим на перекрытие 20 20 80 принять далее источник записи покрытия третья секция будет у нас отлично далее 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 вот она все разлиновка пошла все квадратики треугольнички точнее горят синим значит работает теперь нужно зайти в счетчик блин а где это есть вот здесь надо выставить третью секцию 3.90 это у меня сглубка рыхления стоит и мы прописываем здесь то же самое это именно счетчик будет то что подсчитывать то мы настраивали для навигации именно для движения а здесь именно для счетчика гектаров мы делаем и ставим 20 80 все отлично вот здесь меняем на гектары загрузку не будем смотреть загрузки все равно не будет у нас но это мы сейчас не узнаем третья секция именно на подъем это мы будем устанавливать уже в поле щелчок подъема вот и все настройки зарядка дает 14 вольт аж 14.1 навигация выключить все все парк запомнил молодец ну что у нас время 11 4 гектара там с копейками сделал пойду посмотрю перекрытие мне кажется что я 690 поставил 7 метровый перекрытие мне кажется очень большое надо посмотреть исходить что-то не то блин мне кажется 7 метров свободно стоит хотя не все лапка идет нормально да глубина маленькая после следов конечно давать ну в принципе закрыть его я думаю это пойдет пырей вон вычесывает весь агроном был сказал огонь ну огонь значит огонь ну она в принципе да что тут глубоко драть что грязь полезет оттуда нормально что они идут куда что после следов конечно давид да сыровато еще лапки некоторые не достают ну да то после ровненько все хорошо вот Сергей Юрьевичу в прицании так мне наклейку не привез и ни хера не приклеил а ну как так все сейчас я бедро свое складное возьму такие ведра можно купить ребят в любом маркетплейсе хоть валдерис хоть озон хоть яндекс маркет хоть мегамаркет хоть сбермаркет я думаю эти ведра везде есть разного объема у меня вести на 12 литров это ведерко на 10 но это ведерко уже сто лет я его покупал не скажем так в интернет магазине не в маркетплейсах известных а еще в интернет магазинах это ведро в хтз еще ездило в гарнич а щетка что я взял щетка чистая в принципе пускай здесь будет Шанар Михалыч с обед поедет тоже барновать он оцепит хорошо это самый новый джон дир у нас 21 года а то подписчики многие не знают он фигурирует он фигурирует в роликах не так сейчас конечно но фигурирует и Михалычу я как раз культивировал все эти годы Михалыч работал вот на этом джон дире на моем и как раз когда я пришел Михалычу купили новый 8R310 так что а мне достался Михалыч в трактор 13 года тоже хорошая машина Женька Ремонтик сказал что это лучше трактор чем новый сейчас я еще порядок наведу и в принципе на этом все кстати помимо Лехи с культиватором навесным Васька на классе 940 Максин тоже зацепил навесной тяжелый культиватор по типу КПЕ КТП с тяжелыми стойками он там стоял я не помню сколько метров культиватора около 8 что ли навесной короче поехал с ним чирикать уехал также кировец с дискатором вчера попробовали с рубином он где-то там чуть не застрял нафиг тоже дисковать по стерне я думаю такой себе именно по стерне кукурузы листва лежит достаточно плотным слоем влагу задерживает охрененно как сейчас я немножко протру изнутри стекла и и потом можно еще сухой микрофибра пройти с этой как ее со средством уже обед привезли нам уже прям даже рано половина двенадцатого уже ням-ням приехала вон он стоит ждет уже клиночку почти выебили так оно на сколько более гектар сейчас глянем я сразу не посмотрел где-то что-то 40 с копейками должно быть ну да 43 ну конечно блин местами вот сейчас ровненько ничего можно даже навалить но местами как треска страсть блин пылища уже страшное дело пошла и вот что удивительно вот на этом месте вот сюда вот на этом месте болото хрен но хотя он дальше чуть полистит но так и все фигня пока хотя нет вот она сырая я говорю где-то болот здесь должно быть да он на колеса мотать начинает и прошли нормально ой 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 тони тонем 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 вот она и болот нашлось я говорю где болот должно быть но она видно Поменьше в этом году, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok